Здравствуйте, это программа формула качества и я Кирилл Эйхвус. Как обманчиво порой простота вещей. Хозяйственное мыло, что может быть проще. Однако продаются столько видов мыла, что у прилавка можно растеряться. Темное, светлое, классика, лайт. Хозяйственное мыло лайт звучит как-то необычно. Существуют разные рецепты приготовления этого простого мыла. Тут главное не запутаться в простоте. Хозяйкам нужно то, которое лучше ударяет загрязнение и имеет натуральный состав. Вот это и есть формула качества. Посмотрим на кусок хозяйственного мыла. Первое, что привлекает внимание, это загадочные цифры с процентами. На хозяйственное мыло ставят клеймо. Вот оно, пара цифр. Обычно это 65, 70 и 72 процента. Это означает количество жирных кислот в мыле. Чем эта цифра выше, тем мыло лучше мырится. Проведем эксперимент. Натрем на терке одинаковое количество мыла с большим процентом жирных кислот и с меньшим. Добавим одинаковое количество воды, энергично встряхнем и посмотрим на количество пены. Вот. Это мыло 72 процента. Это мыло 60. Конечно, здесь пены гораздо больше. Смотрите. Да, разница есть. Это лучше. Жирные кислоты появляются в хозяйственном мыле, потому что его производят из натурального жира. С натуральным сырьем связан и его цвет. Все мы привыкли, что хозяйственное мыло, традиционное, старое, советское, имеет вот такой цвет. Сейчас оно кремового, приятного цвета. Почему? Дело в том, что раньше, возможно, использовали жировое сырье низкого качества. И поэтому мыло имеет вот такой вот темный цвет, возможно, резкий запах. Сейчас технологии немножко другие. Используется уже более чистое сырье. И по цвету вы можете уже определить. Вы хотите сказать, сырье сейчас используется гораздо лучше? Для производства хозяйственного мыла в настоящее время используется более чистое сырье, более светлое сырье. Вот, например, вот это вот хозяйственное мыло, оно выпущено в 22-м году на нашем предприятии. И вот имеет вот такой вот цвет. Основное сырье для получения хозяйственного мыла – это говяжий, свиной, бараний и прочие виды натурального жира. В 1922 году хозяйственное мыло производили из отходов пищевого производства. В нем оставались различные примеси и даже грязь. Поэтому оно более темное, чем современное, приготовленное из первичного сырья. А вот технология производства с 1922 года мало изменилась. Жир смешивают с едким натрием, затем к нему добавляют раствор поваренной соли и воду. Происходит химическая реакция, в результате которой и получается хозяйственное мыло. К хозяйственному мылу не добавляют красители, портимерные композиции. Поэтому хозяйственное мыло имеет вот такой вот запах. Он таким и должен быть. Ну да, фирменный запах хозяйственного мыла не спутаешь ни с чем. Так пахли советские детские сады и армейские казармы. На самом деле многие производители часто используют парфюмерные отдушки, чтобы замаскировать запах хозяйственного мыла. Это не отражается на качестве мыла, просто увеличивает его стоимость. На этом старейшем заводе запах никого не смущает, а химические добавки считаются абсолютно излишними. Не надо вводить такие добавки, вот хозяйственное мыло, потому что хозяйственное мыло предназначено для бытовых нужд, для стирки, для кипячения. Поэтому такой вот специфический завод. Приверженность традициям отражается на этом заводе не только в рецептуре, но и в способе производства хозяйственного мыла. Вот этим котлам больше 60 лет. Мыло здесь варят традиционно по старинке. И хотя эта технология занимает в 9 раз больше времени, чем современная, такое мыло хозяйкам нравится больше. Компоненты помещают в котел и оставляют почти на сутки при высокой температуре. Здесь глубина метров 4-5, а температура 80 градусов. Если, не дай бог, человек сюда попадет, то все, пиши пропало. Смотрите. В результате появляется продукт, который имеет характерное отличие от любого другого моющего средства. Что это за особенности, спросил я у технолога. Дело в том, что в хозяйственном мыле содержится свободная щелочь и углекислая сода. И вот эта вот свободная щелочь, она несколько выше, чем в туалетном мыле. И углекислая сода, которая повышает моющие действия. И она прекрасно отстирывает различные ткани. И мы его производим в очень больших объемах. И я думаю, что она никогда не выйдет из употребления, поскольку она и хранится долго, и эффективно. Кстати, о сроках хранения. Те, кто используют хозяйственное мыло, часто могут видеть картину, когда твердый брусок при контакте с водой быстро превращается в раскисший кисель. Так происходит с мылом, которое получают путем нарезания на куски застывшей мыльной массы. Лучше хранится то, которое не режут, а формуют. Его легко отличить по внешнему виду. Первый признак качества мыла – это вот такой шовчик посередине. Это говорит о том, что мыло прессованное. А вот этот кусок мыла, он, ну, как мороженое, как крем-брюле, которое достали из пачки, он резанный. Кроме того, гарантией качества, конечно, будет значок ГОСТа. Хозяйственное мыло выпускают в упаковке и без упаковки. Если мыло производят вот таким, то прямо на вруске указывается ГОСТ и наименование компании-производителя. В хозяйственном мыле много щелочи. Его PH 11-12 единиц. Это в полтора раза выше, чем PH обычного туалетного мыла. Щелочь разъедает жир и белок, значит, хозяйственное мыло легко и быстро удаляет пятна. Так ли это? Проверим. В таких помывочных, как мне кажется, стирали наши бабушки вещи вот таким хозяйственным мылом. Да, что интересно, говорят, что отстирывает это мыло не только в горячей, но и в холодной воде. И я устрою сегодня нашим белоснежным салфеткам по-настоящему черный день. Я решил нанести на эти белоснежные салфетки всевозможные виды пятен, но разве что кроме зеленой травы. Зима у нас сейчас по расписанию. Так, а сначала курица. Шоколад. Чай и кофе. Кетчуп. Немес. И йогурт. Эту салфетку я постираю хозяйственным мылом, а эту обычным стиральным порошком для ручной стирки. Посмотрим, кто выиграет. Та-дам! Хозяйственное мыло. Так, ну салфетка не идеально чистая. Вот я вижу, пятна остались от шоколада и от курицы. Хозяйственное мыло в холодной воде с пятнами от этих продуктов не справилось. Так, теперь стиральный порошок. Смотрим. Опаньки. Здесь беда. Такое впечатление, что я ее вообще не стирал. Ну да, на этой салфетке остались практически все пятна, которые я сюда нанес. Шоколад, курица, йогурт, кетчуп, майонез. Но хозяйственное мыло выиграло. Хозяйственное мыло не подходит для деликатных тканей. Щелочь разъедает белок, а значит может повредить шелковую ткань или крип дышин. Лучше стирать им вещи из плотного хлопка, например, детскую одежду. Молоко, кефир и пюре нередко оказываются на одежде малыша. Как выбрать хозяйственное мыло и в чем его прелесть, я рассказал. С вами была программа Формула Качества. Я Кирилл Ихфус. Увидимся, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok